Вот она, масленица собственной персоной, розовощокая, ладная, в лоскутной юбке, такую и чучелом-то назвать язык не поворачивается. Сделали ее на усадьбе Гальских. И всю масленичную неделю здесь детвора знакомятся с традициями предков. Веселые, громкие игрищи обязательно. Еще раз. И! Цепи! Кованые, кричат девочки. Кованые! А потом цепи эти кованые разорвать нужно, чтобы землю разбудить, весну призвать. На масленице полагается навеселиться вдоволь и налакомиться. В усадьбе стол накрыт прямо у амбара. Блины идут на ура. Смотрите, блины готов. А блины уже кончились. Кульминация масленичной недели в воскресенье. На усадьбе Гальских приготовили большую праздничную программу. Вход свободный. С часу до четырех часов вечера здесь будет большая масленичная программа с традиционными кулачными боями, с блинами, с играми, с разумеется, с сожжением чучела, которое состоится в 15.40 на берегу речки. И мы ждем всех горожан, мы ждем всех желающих. К слову, добраться сюда 13 марта можно будет на автобусе. Городские власти организовали специальный маршрут от Алмаза до усадьбы. Будет отправление от остановки Алмаз. Первый рейс в 11.30. Будет всего пять рейсов. Будет следовать по остановкам Алмаз, Дом культуры Металлургов, улица Рахи и 8-я школа, остановка на усадьбе Гальских. Проезд будет стоимость такая же, как в обычном автобусе. Будет ходить на Матуринскую и 17-й автобус. А для тех, кто хочет отпраздновать масленицу в центре города, добро пожаловать в парки. В Кио с 10 утра выступления артистов, творческих коллективов, розыгрыши, викторины для всех гостей. Здесь же блинные ряды будут. А в паре кварталов отсюда Дом музыки и кино созывает детей посмотреть мультики на Сенавале и всем зрителям блины бесплатно. В Комсомольском парке конкурсы залезть на столб, забросить поточнее метлуки, киморы, а еще фото зоны с необычным реквизитом. Наш ответ западу. То есть там будут наши лопатены. Поэтому всем желающим увидеть, что такое не лобутены, а лопатены, мы ждем с 12 часов в парке ленинского комсомола. Потом придет девочка весна, кстати, говорят, наша модель, которая даже засветилась на обложке журнала ВОК, и поведет всех на площадь металлургов, где будет самое главное – сожжение масленицы. Стоит отметить, что за порядком проследят около сотни полицейских. Если вас попросят показать содержимое сумочки, знайте – это в целях всеобщей безопасности. А о безопасности противопожарной напоминают другие специалисты. Сотрудники надзорной деятельности советуют детей во время огненного действия от себя не отпускать. Костры устраивать на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Также, если там будут предполагаться торговые ряды, либо какие-то другие палатки, то тоже 50 метров нужно выдержать не менее. Необходимо определить расстояние от зрителей. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 15 метров от данной конструкции. Чучело должно быть установлено на устойчивом основании, чтобы она в случае чего сразу же быстро не упала. Эти правила стоит соблюдать, даже если вы решили сжечь чучело у себя на даче. Так что тебе, масленица-красавица, розовощокая в лоскутном одеянии осталось совсем немного. Наступает весна, когда чучело сжигают. Виктория Пименова, Дмитрий Махов, Анатолий Холин. Новости.